День в день, час в час, минута в минуту. Радио Болтком. Утро на Болткоме. В заключительной части «Утро на Болткоме» мы поговорим о фильме, который снят у нас в Латвии при поддержке еще и литовских кинематографистов. В общем, само по себе уже очень интересное событие. Более того, впервые фильм снят с 3D-звуком. И вот об этих всех технических новшествах, ну и о самой картине, об актерах, которые принимали участие в создании, здесь и актеры из Украины, России, Литвы, в общем, такой Армении, такой международный состав. Об этом, обо всем мы попросили рассказать режиссера фильма Армандса Звирбулеса и продюсеру Арта Гига. С нами на прямой связи. Здравствуйте, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Можно быть, несколько слов о самой картине, которая называется «Криминал Лето и Ассоция», что это, ну вот по мотивам Андриса Колбергса, знаменитого нашего писателя-детективчика, который неоднократно, кстати, по-моему, переносились его произведения на кино и на телеэкраны. Вот, может быть, несколько слов о том, что это за проект и каким образом вот его удалось осуществить при помощи различных кинематографистов из разных, почему такой интернациональный состав? Да, доброе утро. Еще раз. Ну, Андрис Колбергс – это очень знаменитый латышский писатель. По его произведениям снято 10 картин, где он был сценарист, но в этой картине он не сценарист. Здесь над сценарием работали Юрис Курсиэт и Слига, Цаума Курсиэт и Матыш Грицман и я немножко. И, да, но снят фильм по роману Андриса Колбергса «Ищите женщину». Это роман, который Андрис написал в 95-м году, в 96-м он вышел, и уже тогда была задумка снять кино, но как-то так не вышло до сегодняшнего дня, когда киноцентр в связи с пандемией COVID-19 объявил конкурс на многосерийные фильмы в Латвии. И, ну, наш проект один из двух, который выиграл, и, да, в этом году будет 7 серий. А где можно будет посмотреть его? Это будет показано по телевидению или вот как было, по-моему, с многосерийным уже фильмом, его показывали и в кинотеатрах можно было посмотреть, и на телевизионных платформах? Этот фильм будет показан на LMTS Traome, потому что мобильный телефон — это один из копродюсеров. Они вступили со своими деньгами в этот проект. Проект масштабный довольно. И осенью он будет показан на общественном телевидении. Про кинотеатр мы тоже думали. Сначала мы как бы думали, что это не надо, потому что предыдущий проект Амилы, он построен иначе. У них каждая серия рассказывает про какой-то период, и их, возможно, смотреть... Отдельно. Да, да. У нас все же детектив, да. Там каждая серия зрителя забирает и держит, и он хочет знать, что будет дальше. И, может быть, это немножко мучительно. Но потом мы прочитали такие отзывы молодых критиков, которые смотрели Амилы и очень много других сериалов во время этой пандемии, и они пришли к выводу, что нет, как раз надо, чтобы сделать паузу, потому что зритель должен немножко подумать. Если он смотрит все так залпом, и много что ускользает от него, и он, может быть, не до конца понимает. И сейчас мы думаем, может быть, мы все же тоже поставим в кинотеатр, что по две серии можно будет посмотреть. Но это, конечно, связано еще с этим 3D-звуком. Это такая крутая штука, что машина проезжает у тебя за спиной, и птицы чирикают над головой, и все остальное. И это, конечно, можно почувствовать только в кинотеатре. На телевидении этого не будет. Это специальная такая система, чтобы это можно было... А почему, вот каким образом появилась идея создавать такой 3D-звук, и зачем это было придумано? Зачем, это хороший вопрос. Это вообще была идея нашего звукорежиссера. У него это... Ян Сеглэйтис, у него есть студия, Ира Кштумаев, и они поставили первую систему Atmos в Прибалтике. Это такая, это есть эта крутая штука, которая может делать этот 3D-звук. И Иоанн с первого дня все время подходил к нам и говорит, нам надо 3D-звук, нам надо 3D-звук. Я говорю, нам не надо. Но в конце концов, ну хорошо, давай делаем этот 3D-звук. И, конечно, когда послушаешь, это очень круто. Это звучит на миллион сразу. Так что действительно рекомендую, если у кого есть возможность и есть интерес, приходите в кинотеатр, посмотреть. Это будет круто. Ну и, наверное, можно будет даже при домашнем просмотре, если у кого-то есть хорошая акустическая система, тоже услышать это. Ну вряд ли, потому что это зависит не только от того, что у вас дома, но и от того, что может передать эта платформа, которой вы пользуетесь. И эти платформы у нас еще недостаточно продвинуты, но это в процессе. Так что возможно, что уже ко второй половине этого года, возможно, уже может быть это будет. Но сейчас только кинотеатр. Замечательно. А когда ждать в кинотеатрах? Премьера 24 февраля будет первые две серии показаны. Это будет открывающий фильм национального кинофестиваля «Лелая с Кристос». Мы очень гордимся, что многосерийный фильм попал на такую площадку. И потом со 2 марта будет премьера в кинотеатре, где можно будет посмотреть с этим 3D-звуком. И уже с 4 марта на платформе ЛМТ «Строуме». Интересно. Прямо сразу за кинопремьерой будет телевизионная премьера. А на общественном телевидении осень. Стриминговая. Стриминговая, да. А на общественном телевидении, я понимаю, что это будет осенью. Да. Так что сам, как я уже упомянул, проект с привлечением актеров из разных стран. Для чего потребовалось привлекать актеров из Украины, Армении даже и России? Почему такой интернациональный состав? Дело такое. Это довольно необычный проект фильма для Латвии. Потому что латышский язык не оригинальный один фильм. Там совместно и латышский, и русский, и чуть испанский, и чуть английский. Но, скажем так, одна треть на русском. И эти герои, их родной язык тоже русский. Русский или армянский. И, конечно, если бы латышские актеры играли русских, это не так правдоподобно было, наверное. И спасибо Арте и всей команде, и моему ассистенту Юргису Туболес, который знал лично продюсера из России Ивана Резенькова. У нас совместная работа с российским продюсером ЧБК «Фильм», и это уже дало очень огромные возможности по выбору актеров. Да, потому что вот как раз я хотел про выбор актеров, потому что очень ведь знаменитые, ну и латвийские, наши латвийские актеры прекрасные. Но здесь вот, если брать Украину, здесь Алексей Горбунов, который снимался, и у Никиты Михалкова, и там, ну, в принципе, очень-очень знаменитый актер, которого многие, может быть, вспомнят еще по фильму «Королева Марго», где он сыграл блестящие шута Шико. Ну, то есть, ну, актер невероятно талантливый. Да-да-да, это, ну, работать с актером, который уже снялся 140 фильмов, Ну, да он уже все знает наперед. Но это абсолютный профессионал, конечно, и я очень-очень рад, что он у нас. С ним было так, когда еще не было никакой возможности и мысли даже об актерах из-за рубежа. Вот я показывал коллегам картины, вот, 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 посмотрите, Горбунов, ну, если бы у нас был такой нытыш. Это роль его, ну, круто было. А прошло полгода, и это стало так. И это действительно чудо. Это, конечно, не один, не один Горбунов у нас, Андрей Ильин. Да. У нас Юрий Цурилло. Юрий Цурилло прекрасный тоже. Да, конечно, Галина Бакашевская. У нас с Литвы потрясающий актер Валентин Новопольский. Новопольский. Тоже, я русскоязычный, но, ютубский русскоязычный. Гранд Тахатян, вот, из Армении, это, в принципе, он очень популярный актер, ну, во многих российских сериалах, он постоянно снимается. Наверное, вот я бы сказал, вот, как говорили про Джигарханяна, что меньше в Армении армян, чем фильмов, где снялся Джигарханян. Я бы вот на Тахатяна это сказал, потому что, ну, действительно, он стал олицетворением, ну, вот, армянского типажа, вот, когда требуется армянский актер, вот, чаще всего берут Тахатяна, потому что он и комедийный актер, но в то же время очень, ну, классический такой, который может сыграть и драму, и заставить зрителя пустить слезу, и рассмешить. Да, с Грандом было так, что он действительно больше в жизни играл комедийных ролей. И здесь у него была довольно, ну, такая новая задача, да, его герой драматический, даже трагический. И, да, у него были для него самого, я думаю, очень интересные задания в этом фильме. Как работалось вот на съемочной площадке с таким большим количеством актеров, которые говорят на разных языках, вот, как все это привести к общему знаменателю, как вот собрать, как команду их? Ну, наверное, здесь очень важно было то, что все эти и зарубежные актеры, и латышские актеры были профессионалы своего дела, во-первых, да. Там и, в том числе, хорошие люди, хорошие... На площадке было очень хорошее взаимоотношение между командой и между актерским составом, и это очень-очень помогло. Конечно, я очень волновался, как будут эти звезды все, но оказалось, действительно, я очень рад тому, что происходило, и надеюсь, что зритель будет рад результатам. А действие фильма, оно будет происходить в 90-е годы, как вот в романе? То есть, насколько, ну, вот это воссоздание атмосферы 90-х годов было ли сложным? Это очень сложно, это, наверное, сложнее, чем делать 30-е, да, позапрошлый век, потому что это еще время, которое мы, ну, во всяком случае, поколение, которое и жило, при этом очень хорошо помнит. Вот, и, к сожалению, очень мало с этой эпохи осталось. Ну, жизнь идет, бьет ключом, идет вперед, 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 и да, как-то мы, наверное, не очень внимательно, трогательно относимся вот таким и материальным вещам, которые, ну, вот только что были в нашей жизни и, ну, не имеют они большую ценность пока для нас. И чем больше время уходит, тем эти все вещи ценнее становятся, конечно, да. Ну, да, надо было создавать это все по крупицам, у кого что-то осталось в доме, где попрятались еще неремонтированные интерьеры, квартиры, всяких заведений. И, конечно, это все было очень-очень кропотливая и трудная работа, да, это очень много времени заметно. Костюмы, автомобили, я не знаю, там что-то, интерьеры. Да, автомобили, ну, точно, 30-е годы легче снимать, а там, вот, Жигули найти, которые... Жигули еще можно, а Мерседес такой, 600-й, 90-х годов, потому что на них ездили, пока они просто распались и развалились, и так это и случилось. Но мы не все сняли в Риге, не все сняли в Латвии, мы еще выезжали и снимали в Киеве, потому что не нашли здесь подходящих интерьеров, еще часть сняли в Литве, чтобы всего набрать, чтобы... Ну, было не так, что зритель смотрит и, о, это же улица, там, Брей-Випс, он не знает, что это такое, так что работа была большая, масштабная, да. А будет ли у этого проекта демонстрация, показывать его как раз-таки в Литве, Украине, в России, потому что, в принципе, ведь актеры очень известны, и наверняка они могут привлечь аудиторию не только латвийскую. Это очень... Я на это очень надеюсь, потому что денег, конечно, мы вложили намного больше, чем у нас было, и чтобы их как бы вернуть, то обязательно мы это хотим. У нас есть хорошие разговоры с компанией LookFilm, которые очень большие и распространители в России, они взяли наш проект на distribution, так что я очень надеюсь, что там будет результат. Ну, конечно, в Украине Алексей Горбунов, один из самых известных актеров Хран Тахатян в Армении, он там вместо Бога, так что я думаю, что это обязательно получится, и наши дружные соседи тоже. Но, конечно, чтобы это все случилось, надо хорошо, чтобы фильм хорошо приняли здесь, у нас, в Латвии, так что будем обязательно работать, чтобы это случилось. Ну, и еще раз я напомню, что мы все время говорим про фильм Криминал Лето и СССР. Я не знаю, будет какое-то особое русское название или... Мы это обсуждаем с Иваном, с нашим ко-продюсером из России, они еще ищут самое лучшее. Им нравится это направление, но как-то на русском получается слишком длинное. Ну, будет что-то особое для начинающего или что-то такое. И уже в самое буквально ближайшее время, в феврале, 24 февраля, я напоминаю нашим слушателям, что в рамках «Большого Кристополя» и «Лайс Кристопс», то есть фильм «Открытие», да, это тоже, наверное, очень большая честь, это какое-то признание проделанной работы. Так что это будет первая возможность увидеть в кинотеатрах, а затем уже, начиная со 2 марта, это будет широкий прокат в кинотеатрах нашего города, да? Может быть, не такой уж и большой, и широкий, потому что, я как говорила, это все же детектив, и вот как бы, ну, разбрасывать по одной серии сложно, но будет такие «Гарда» и «Трэш Деянс», особые мероприятия для таких любителей кино, и где можно будет по 2 серии посмотреть, и если будет... Если это хорошо пройдет, то мы, может быть, и сделаем такие сеансы, где можно посмотреть все залпом, в субботу, например. Просто все 7 серий за один раз посмотреть, да? Да. Замечательно, я тоже думаю, что это может быть такое... Есть же люди, которые обожают смотреть как раз-таки за один день один сериал, вот просто получают огромное удовольствие от этого. Желаем вам удачи с этим проектом, и надеемся, что публика, зрители обязательно обратят на него внимание. Режиссер фильма Арманс Звирбулес и продюсер Арта Гига с нами были на прямой связи. Спасибо большое, удачи вашему проекту. Всего доброго. До свидания. До свидания. Ну и мы завершаем нашу сегодняшнюю программу «Утро на Болткоме». Я напомню, что впереди нас ждет еще футбольный клуб и программа «Подоплека», гостем которой будет историк и писатель Александр Мосякин.